МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем следить за тем, как разворачиваются события на финише. Сезон в мужском итальянском волейбольном чемпионате в его высшем дивизионе, именуемом серией А1. Впервые в истории нашего телеканала, кстати говоря, кубок итальянский мы уже вам показывали прежде, а чемпионата еще нет. Еще сравнительно недавно, каких-то пару лет назад, волейбольные чемпионаты Италии, что мужской, что женский, однозначно котировались как сильнейшие в Европе. В 2011 году сразу три итальянских мужских суперклуба Трентино, Мочерата, Сисли выиграли все три Еврокубка. Сразу, как это случалось неоднократно и прежде, особенно в славной для итальянского волейбола 90-е годы. Но вот в последнее время, увы, из-за известных финансовых проблем итальянский чемпионат потерял свой статус. Хотя лучшие его команды все-таки продолжают удерживаться на плаву. И как раз за поединком одной из таких команд, а именно Мочераты, мы сегодня и будем с вами наблюдать. Напомню, что пару недель назад стартовал плей-офф чемпионата Италии в серии 1. Сейчас идет стадия четверть финалов. И в серии Мочерата Латино счет пока равный 1-1. Этот поединок, который проходит на площадке Мочераты в городе, соответствующим названием, для вас в прямом эфире прокомментирует Владимир Косторнов и я, Леонид Сапронов. Здравствуйте, уважаемые друзья, любители волейбола. Я считаю, что, конечно, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это огромные события и для нашего телеканала, и для вас, уважаемые друзья. Потому что посмотреть самые важные матчи итальянского чемпионата, который считается, наверное, по силе и по значимости вторым после российского, но традиции такие победные и статусные имеет, наверное, гораздо больше, выше, чем чем чемпионат России, очень-очень интересно. Поэтому сейчас у нас уникальная возможность подсмотреть изнутри, как все происходит в Италии, насколько серьезный накал борьбы и как там происходят самые главные стыковые матчи игры плей-оффа. Плюс, конечно же, игра, которую сегодня мы вам показываем, крайне интересная, несмотря на то, что Латино в чемпионате Италии заняла седьмое лишь место, а Мочерата оказалась на втором месте. Первый стыковой в своем матче выиграла Латино. С отсчетом 3-2 упорное тяжелое противостояние было, о котором мы вам с Леонидом расскажем, конечно, попозже по ходу этого матча. Но сегодня очень важный матч именно для Мочерата. Они должны сравнивать счет, точнее не сравнивать счет, так как они вышли с одним уже набранным очком, а выходить вперед. Особенно на своей площадке при своих зрителях. Поэтому борьба сегодня будет упорная. И вот картинка у нас тоже очень интересная. Смотрите, как площадка под цвета итальянского флага раскрашена. И вот можем понаблюдать изнутри, как все это там происходит. Интересно, что со старта поединка Латино гости сегодняшнего матча уже успели сделать брейк на своей подаче и вырвались вперед. Или нет, это мне показалось. Но в общем сейчас счет равный 3-3. Мочерата, как вы уже поняли, расположилась на левой стороне нашего телевизионного экрана, на левой стороне площадки. В светлой форме, соответственно. Да, да. Ну и вот Латино с противоположной стороны корта. Синие-белые тона у игроков этого клуба. Ну, Либера играет в зеленой форме, отличной от остальных ведущих волейболистов. 4-3 на подаче Латино. И сейчас мы представим вам стартовые составы команд, в которых некоторые изменения по сравнению с первой игрой этой серии произошли. Начнем с гостей. Команды из Латины. Из города Латино. Под вторым номером голландский доигровщик Жерон Раувергинг вышел на площадку. Под четвертом центральный блокирующий итальянский Кармелло Дипто. Под пятым связка итальянской Эжи Даниэль Саттиле. Под девятым играет еще один центральный бельгийский Петер Верхейс. Под одиннадцатым американец, американский диагональный Эдвард Мерфи Трой. И под двенадцатым еще один доигровщик испанский Серхио Бланко Нода. Либера играет в Латино под третьим номером. Это Сальваторо Рассини. Еще один итальянский игрок. Ну а тренирует команду Сильвано Пранде. Все мы хорошо знакомы. Ну и соответственно состав Мочераты. Там имена гораздо более известны российскому болельщику. И гораздо более знакомые на слух. Под вторым номером Айлен Паенк. Это единственное главное изменение в составе Мочераты в сегодняшний матч. Появился на площадке он вместо Марка Подрасканина. Игрок первого темпа. Соответственно под третьим номером Кристиан Савани. Под пятым номером Иван Зайцев. Под шестым номером Симона Пароди. Все трое состав сборной Италии. Седьмой номер Драгон Станкович. Центральный блокирующий из... Соответственно Сербии. И под номером 13 Драгон Травиц. Опять-таки натурализованный серб. Уже с итальянским паспортом. Который уже давно из-за сборной у нас играет. Либера команды француз Хюберт Энно. Тоже наверное всем вам хорошо известен. Он долго играл во Франции. Ну сейчас вот уже заканчивает свою карьеру. Фактически на позиции Либера. И в итальянском чемпионате. Главный тренер Мочерата Альберто Джулиани. Да. Самая главная перемена в составе произошла Мочерата. Где на позиции центрального блокирующего выдвинулся Ален Паинг. Словенский волейболист. Вот он заменил как раз чемпиона Европы действующего из Сербии. Марко Подращанин на этой позиции. Ну а в команде гостей, в команде Латины, в сравнении с первым матчем, который проходил в этом городе 27 марта. Вот практически все те же самые люди вышли в основе. Ну естественно команда победила. И главного тренера Сильвана Пранде не имеет смысла что-либо менять. Единственное, что Якуб Ярыш очень сильный. Польский диагональный остается в запасе. Но на его позиции вот так вот очень здорово подменил поляка. И здорово сыграл в предыдущем поединке американец Мерфи Трой. Поэтому ему и доверил главный тренер место в составе. И вот на эту ответную встречу. Трой принес своей команде в том поединке 19 очков. Был самым результативным в составе Латины. В то время как у Мочараты Иван Зайцев 25 очков. И из них, обратите внимание, 8 на блоке. Для крайнего нападающего это запредельный результат. Несмотря даже на 5 сыгранных сетов. То есть Иван у нас отработал по полной программе. Был безусловно лучшим в составе своего клуба. Хоть Мочараты и проиграл. Но в диагональных показали примерно одинаковый КПД в атаке. 40% удачных действий показал Иван Зайцев. 41 у трое. Но зато действительно на блоке Иван просто шокировал, я думаю, местную публику. Однако команде это успеха не принесло. В прошлой встрече на ваших экранах. Вообще Зайцев у нас доигровщик. Вот сейчас он стоит. Но когда ты пасуешь. На позиции диагонального на самом деле. Что для меня было тоже достаточно удивительно увидеть его. Я еще когда смотрел статистику. Понимаю, что Зайцев стоит в диагональном. Не понимаю, почему он там стоит. В общем-то, наверное, из-за отсутствия какого-то безусловного сильного диагонального в составе команды. Ну, это третья уже перемена в амплуа, которая произошла с сыном известного нашего олимпийского чемпиона. За его пока еще недолгую карьеру. Начинал он как отец на позиции связующего. Затем играл в роме. В доигровке. Ну, и вот после перехода в Мочерату. А случилось это в нынешнем сезоне. Точнее, в прошлом межсезоне. Иван Зайцев занял ключевую позицию по диагонали от пасущего. После того, как Игорь Омарчин, предыдущий игрок от амплуа, Хорват, уехал играть в Японию. Позиция-то освободилась, оголилась в Мочерате. Ну, вот по мысли, по идее главного тренера Аббета Джулиани, Иван должен был ее закрыть в наших экранах. Ну, собственно говоря, и претензий, я думаю, никаких абсолютно к 24-летнему пока нападающему быть не может. Он, можно сказать, тянет клуб на себе, за собой в нынешнем сезоне. Другое дело, что не так удачно команда в целом играет, хотя заняла второе место в регулярном первенстве Италии. В общем, неплохо выглядела и на протяжении предварительного этапа в Лиге чемпионов. Однако, видимо, усилий основного доигровщика команды Кристиана Савани не хватило команде для того, чтобы превзойти Кунио. И вот в этом итальянском дерби на стадии четвертьфинала, ну, точнее говоря, в раунде шести, Мочерата, вы помните, по сумме двух встреч уступила в золотом сете соперникам и выбыла из турнира. Ну, и вот после этого команда, конечно же, усилилась, надо понимать так, поскольку все-таки вернулся пропустивший месяца три, наверное, строй. Кристиан Савани занял свою привычную позицию в доигровке, но, не знаю, первый матч чего-то проиграл. Первый матч, да, я считаю, что Латина очень здорово сыграла тактически. Если посмотрим на статистику, то всю подачу, по крайней мере, основную часть была направлена всему на пародии. У нас это второй, собственно, доигровщик, который за игру принял 40 раз. Из них семь вчистую проиграл, то есть не выдержал вот того давления, которое оказывал на него соперник. И, соответственно, с таким объемом нагрузки на задней линии за пять партий получил всего лишь 11 передач, из которых, собственно, забил один раз, и эффективность нападения этого доигровщика, собственно, 9%. То есть тактически, фактически, Латина одного игрока, одного из ключевых игроков Мочерата полностью сумела нейтрализовать и вывести из строя. Это вот одна, как мне кажется, из причин того, почему Мочерата проиграла. Если опять посмотрим при этом на статистику блока, Мочерата поставила 19 блоков против 8 у Латины и, тем не менее, проиграла этот матч. Ну, напомню, как развивались события. Может быть, кто-то из вас, конечно, частый гость на итальянском сайте волейбольном. Кто-то нет. Первую партию Мочерата поединка четырехдневной давности выиграла в гостях 25-20. Но вторую на балансе уступил 25-27. Уступил след и третий сет 20-25. Мочерата затем выиграла четвертую партию 25-19. На тайбрейке 15-12. Латино в своих родных стенах сумел дожать своего более титулованного соперника, более классную, мощную бригаду из Мочерата. Но действительно показатели пародии просто в том матче они удручающие. Два очка за всю игру. Одно в атаке и одно чисто выигранное с подачи. Результат слабый, прямо скажем. Но выходил ему на подмену голландец Гикой в том поединке. Естественно, Альберто Джулиани видел, как непросто играется его подопечным. Пытался что-то изменить, но Кой чего не улучшил. Единственное, целую партию провел вместо пародии. Вторую. Принес, к нам, четыре очка. В общем-то, побольше. Своего коллеги Памплоа, тот еще раз напомню, два всего лишь сумел очка записать за всю, за четыре других партии, которые находились на площадке. И в итоге Мочерата потерпел поражение. Сегодня, конечно же, конечно, изначально шансы Мочераты котируются значительно выше. Но вот равное начало такое мы наблюдаем с большим очень трудом. Удалось сейчас Мочерате на пару очков вперед вырваться. Но это, понятное дело, что никакое не преимущество. Ну и пока ощущение, что очень спокойно играют, что одна, что другая команда. Серия идет до трех побед из пяти, собственно говоря, матчей. Кстати говоря, на этом же этапе российского чемпионата, если не ошибаюсь, мы играем до двух побед. То есть первые стыки у нас сейчас плей-офф начинаются. Из трех матчей до двух выигранных. Вот здесь же сразу итальянцы начали из пяти матчей до трех побед. Поэтому здесь, конечно, будет все потяжелее немножко, чем у нас. Ну, можно сказать, из четырех матчей, поскольку заранее одна команда получила гандикап. Да, с одним очком, да, совершенно верно. Вот. Ну и полуфинальная серия, кстати, пройдет по той же самой схеме в нынешнем чемпионате Италии. Мы знаем, что постоянно что-то придумывают организаторы из итальянской федерации волейбола. Экспериментируют, не боятся этого делать. Вот последние два сезона, по-моему, проводили они по принципу золотого сета в решающем финальном... Золотого матча в решающем финальном противостоянии команды. На сей раз финал будет разыгран опять-таки до трех побед. Так как более привычно, наверное. Пока 12-12, Латина сравняла счет. Ну и переполненный зал мы наблюдаем на Чираке. Алексей Мельников бывал в этом городе, в этом зале. Вспоминал про это в предыдущей трансляции. Не такой большой зал. Но главное, что есть аншлаг. Внимание. Мне кажется, даже если небольшой зал заполнен до отказа, это создает гораздо более такую френдли атмосферу, чем огромные дворцы спорта, полхустые, где вот этот вот нерв игры абсолютно не чувствуется. Поэтому я на самом деле считаю, что оптимальный для волейбола там 3-5 тысяч зрителей. Такие залы, если они заполняются, это будет просто, конечно, здорово. Конечно, можно мечтать о 15-тысячнике в Лодзе, которые поляки забивают регулярно там и болеют в своей команде. Но все-таки это скорее очень хорошее исключение из общепринятых правил, нежели норму жизни для волейбольных чемпионатов. Иван Зайцев тем временем приносит своей команде очередное очко, атакуя из второй зоны. Но вот, как мы видим, по счету уже успели. Говоря о том, что преимущества. Вчера-то пока никакого не имеет. Это было плюс 2, но за это время, пока мы с Владимиром говорили, команда гостей успела сделать брейк и счет сравнять. Сейчас неудачная подача. Ваут по 14. Второй номер. Знакомимся сейчас подробнее с командой из Латин. Это как раз Ален Паинг, славянский центральный. Выполнял подачу. Это была Латина подавала, это Йорген Дорогердин был вторым номером. Иван Паинг, славянский центральный. Совершенно справедливая поправка. И продолжаем смотреть. Идут команды по-прежнему очко в очко. 15-15 на подаче Латины. Четвертый номер Кармелло Гитто. Вышел на подачу. И отличный двойной блок. На атаке Пароди, по-моему, да? Приносит Латине 16-е очко. Все дружно поздравляют. Это было в атаке сейчас, да, Саванне. А Пароди как раз принимал и продолжает Латина подавать в него очень активно и нагружать на приеме. 16-15 к второму техническому тайм-ауту. Латина вырывается в лидеры. Симу, это, наверное, короткое имя Симоне. Симон на пароге. Но мы верно, что мы не тираем. Поэтому, если кто-то должен тирать. И мы знаем, кто это. Хорошо? Это время на саду, ребята, на этих противооттах. Не важно быть высокими, но ждать и идти очень много с руками. Давай! Вперед! 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 Вот очень хорошо нам сейчас показали опять тайм-аут итальянские режиссеры. Мы ничего не поняли по-итальянски, но вот эта вот динамика и энергетика, с которой тренеры общаются с этими игроками, она вся просто завораживает меня. Хочется прям слушать этот поэтический итальянский язык и то, как доносится он до своих игроков. Ну, пока дела-то, в общем, не складываются по-прежнему для команды Альберто Джулиани. Ну, опять туда же подача в Симона пародия. И я не очень понимаю, почему вот на таком планере, ну, видимо, эта установка не оставляет. Дотягивается принимать, собственно говоря, чтобы хоть немножко разгрузить, Кристиан Савани. Принимают они планер двумя игроками, лидера, Либера и, соответственно, Симона пародия. Наверное, второго доигровщика отрядили вот уже полностью на прием, без нападения, без особого, но чтобы он держал всю игру на заднем линии. 16-16 стал счет после очередной точной атаки Ивана Зайцева. Очень хорошая подача проходит у Кристиана. Доигровка Зайцева. Надо было страховать, ну, как же так? Увы, да. Ино вроде бы был на мяче, но вот доверил своей игровой интуиции. Отскок был через всю площадку. Буквально ему в руки мяч летел. И французский лидер решил, вот смейте, повтор одиночный. Попадает в руки. Вот мяч летит прям в линию. На блоке, на блоке испанец Нада хорошо сейчас действовал. Вновь через Зайцева построена атака Мочераты. Все забивать, конечно же, невозможно. Но сейчас повторю, Иван, хороший КПД результативности показывает на протяжении всего сезона, в предыдущей игре, также был весьма успешен в своих атакующих действиях. Но Драгон Станкович, еще один сербский чемпион Европы в составе Мочераты, также обладает хорошей. Но планирующей подачей поставляет мяч в игре. Поставляет Иван Зайцев. Череда перебросов идет. Не могут ни одна, ни другая команда организовать хорошую атаку. Еще раз четвертую зону. И 4 по 4 попытка атаковать. И мяч уходит за пределы площадки. Смотрите, как хорошо стоит микрофон у арбитра. И опять-таки уникальная, я считаю, возможность послушать, как общаются уже и арбитры с игроками во время матча. Пароди нагружался сейчас в атаке Травица. И всякий раз неудачно атаковал итальянский доигровщик. Последний удар его пришел с Ивалов. 18-17. Латин удерживает минимальное свое лидерство. И очень хорошую подачу сейчас. Вот смотрите, логика. Выбивает Мочерату с приема, а Травица, соответственно, Травица Симону Пароди с краю сняться в который раз не может. Бросок с сорвания за этим мячом не сумел ничего изменить. Зайцев-то неплохо. Вроде ему в мяч в руки точно попал, но очень сильный был удар, поэтому с мячом болельщик поддерживает или наоборот мотивирует игроков своей команды на более успешный волейбол. Это перерыв, который взял Альберто Джулиани. Еще один разбор полетов наблюдаем круглым планом. Ну а это был очередной брейк гостей. Увеличивается просвет в поле золотины. Плюс два. После этого эпизода игрового будем продолжать подавать гости в счете 19-17. Латино плюс два имеет к началу концовки первого сета и пока очень здорово подают гости. Сейчас немножко перехвалил подачу в аут после тайм-аута, но в сути это не меняет. Латино рискует, Латино знает, как действовать тактически против мячерата. Драгон Травец, связующий мячерата и сборной Италии. Не без везения. Ну вот опять, я считаю, это небрежность мячерата в данной ситуации на блоке. Посмотрите, мяч тросовой, это было видно, что он уходит. Понятно, что связующий будет его перебрасывать и под руки блокирующим. Смотрите, вот что это было? Это была попытка перебросить его, но там надо было блокировать. Пожечь надо было ставить руки над сеткой. А так получилось, что Дагиэли с Атиле либо атаковать по пальцам. Принесла команде еще одну очку, но по-прежнему, по-прежнему ситуация та же самая. Но чирать требуется какие-то сейчас сверхусилия предпринимать для того, чтобы обойти Латино на финише первой партии по роде на подаче. Ваут. Одна и другая команда рискует. Две линии будут закрывать на блоке. Смотрим, как это будет в игре. В игре Иван Зайцев со второй зоны. Ну, конечно, Зайцев без приема, освобожденный от приема в атаке гораздо полезнее, конечно, чем под нагрузкой. Ну, основной мотор однозначно. Не знаю, как Саванни, в общем, после своей продолжительной отсутствии, своей травмы. А вот замена. Саванни уходит и на его место появляется Дик Кой под номером 16. Голландский, кстати говоря, доигровщик. 87-го года рождения 202 сантиметра и удачно играет на блоке Травица. Еще это сравнивает. Хозяева 21-21. Решил сыграть Сатилия своим первым темпом. Кормила Дикто. И Зайцев хорошо помогал, отслеживал атаку. На зоне ой, какой прием, антиприем, точнее говоря, в исполнении второго номера. Жирона Роу-Верденко. Вот как у нее дрогнули руки, мяч в грудь после этого попал тому же Дито. При этом на планере ошибка. 22-21 уже Мочарата вышла вперед. Естественно, тут же тайм-аут берет главный тренер Латины. Селивана Пранди. Непоказательный момент абсолютно судя по первой игре этих же команд. для голландского доигровщика Жирона Роу-Верденко в предыдущий матч он провел очень добротно и в том числе на позиции на приеме. 64 процента позитивного приема показал и лишь раз ошибся. Сейчас также допустил ошибку, а вполне возможно она единственная останется за весь степ-матч голландца. Ну а тем временем вчера все-таки выбилась лидера 22-21. Это был тайм-аут Селивана Пранди. Ну и сейчас игра продолжится. Отличный пайпи-пайпи. Чуть не первый раз мне кажется так конечно не могу ошибиться. Вроде бы что не так много атаковали в этой в этой партии. Это был испанский доигровщик Нода. Молодой. Достаточно молодой. Ему 20 пока еще 5 лет. Кстати интересно что родился Нода на Кубе. Затем перебрался в Испанию и получил гражданство страны как и многие другие более известные нам кубинцы это делают. Ну и после ошибки на подаче гостей 23-22 в пользу Мочеррате все-таки к самой концовке первой партии хозяевам удалось захватить лидерство плюс даже и минимальное но в концовке естественно тоже каждая очка за два идет сейчас ошибается при выполнении подачи Иван Зайцев 23-23 близко достаточно близко к задней линии приземлился мяч чем ответят гости планирующий достали рисковать не стали сейчас будет Зайцев на троянном блоке да с такой передачей абсолютно ничего другого не оставалось кроме как попытаться найти брешь вот такой скидкой в оборонительных редутах соперников и они не просчитали да ситуацию было же видно что мяч мяч падал и уже да он еще долетал до него на вытянутой руке обработать сильного удара быть не могло в этой ситуации надо было искать Зайцеву выход какой-то из тупика он его нашел и принес своей команде первый сетбол стартовом сете 24-23 честно говоря после вот предыдущего поражения мячераты фаворит безусловно этой серии думал что у себя то дома полегче полегче будет играть команда но с первых минут не получился более того вся первая партия потребовала от мячераты полной выкладки и в том случае это еще если удастся довести до победы сейчас сетбол но это еще не значит конечно так все легко и закончится в принципе по идее должен начаться баланс в том случае если удастся гостям сняться еще решающие преимуществом вчера предстоит только в этой партии для себя заработать на подачу вышел а ну да кой на подаче и все-таки да сразу первый сетбол реализован блокированием второй зоне и вчера повела в этом сете в этой игре 1-0 накрыли испанцы но здесь читалось все видите Станкович успел двойным блоком прибежать и сделать свою работу серб серб и хорват поставили двойной заслон и принесли таким образом решающие очко мачераки первая партия остается за хозяевами 25-23 с таким счетом сейчас небольшой перерыв но еще раз вспомним про формулу нынешнего чемпионата виталии регулярная переноса закончилась достаточно давно ну и вот после чего стартовал плей-офф на так скажем предварительном этапе которого соревновались только команды занявшие в регулярке места седьмого по десятый но таким образом латина играла против команды Сан-Жустино и выиграла серии до двух побед 2-1 решающий матч на тайбрейте проходил в другой паре Вима Валентия справилась Кателана Гроте также в третьей решающей игре ну и затем уже вступили в борьбу 6 сильнейших коллективов согласно регулярному первенству итальянского чемпионата ну и четвертьфинала как мы уже сказали стартовали не с нулей а с Гандикапа в одну победу которую получили команды занявшие в регулярке более высокие места ну и вот в том числе и Мачерата начинала серию против Латины со счета 1-0 в других сериях сегодня Тринькина имеет прекрасную возможность завершить ее эту свою серию против Вима Валентии поскольку там 2-0 команда из Трента лидирует и сегодня домашняя игра которая начнется чуть позже нашей ну вот в 20-0-0 по Москве стартует матч Тринькина в Валентии ну а завтра также 19-30 по Москве мы покажем вам поединок Кунио Модена в этой серии еще также 2-0 в пользу Кунио и этот третий матч состоится на площадке этой команды возможно решающая битва прошла в этой серии на площадке Модена в первом матче на тайбрейке лидирует Кунио сумели одержать победу но сейчас перевес уже конечно большой но также состоится завтра же матч с честем Пиеченца Перуджи и в этой серии все пока вроде бы ясно и понятно 2-0 в пользу Пиеченцы также на своей площадке Пиеченцы будет завтра Перуджи принимать все серии достаточно интересны мы вам их поочередно показываем возможности выбора мы не имеем то что нам предлагают итальянские телевизионщики канал Раи собственно говоря мы воспроизводим но самая борьба идет именно здесь в паре Мочерата и Латины хотя скажем изначально пара Кунио и Модена казалась наиболее равной до старта плей-офф все-таки команды заняли соответственно четвертые пятые места в регулярном первенстве ну а вот победитель матч противостояния точнее говоря серии до трех побед Мочерата Латино уже в полуфинальной стадии выходит на победителя пары Меченца Перужи ну и сейчас у нас готовы волейболисты зрители мы с вами начало второго уже сета посмотрим как сейчас насчет Мочерата останется ли там дикой под шестнадцатым номером на площадке на площадке под номером под номером третьим этот волейболист нас выступает сейчас на общем плане не вижу а кто где стоит но мы сейчас походу уже разберемся стартовал второй сет да Кой остался дикой под шестнадцатым номером на площадке а Кристианцев они на скамейке запасных первое очко вновь было добыто для Мочерата руками точнее говоря правой ударной рукой Ивана Зайцева 1-0 на подачу Ален Паинг показал что мяч сейчас мог уйти за пределы площадки но там наверное касание блоков все-таки было атаковал и испанец Роу Вердинга голландский двигровщик Жирон Роу Вердинг он сам будет подавать сейчас еще одно очко от Ивана Зайцева ну конечно идет он по тому же графику да мне кажется и в этой ответной встрече что и 4 дня назад 25 баллов принес Мочерат и Иван за одну первую парки я думаю он очков с десяток наверное да но получил 40 передач ближайший игрок который ему помогал в нападении как раз был Кристиан Савани получил 30 передач но по большому счету эффективность атаки что у одного что у другого было одинаковое Зайцев настрелял 40 процентов эффективности а Кристиан Савани 37 процентов эффективности сейчас еще и есть исполнял Иван еще одну очко добавил вот который раз я обращаю внимание на связующего Латины и на то что он с моей конечно точки зрения Даниэль Сатери очень сильно отводит передачу от сетки который раз и в двойку за голову и на заднюю линию он пасует так что игрокам не совсем удобно атаковать в первом сетке мне казалось что это просто ну вот так камера показывает а сейчас я убеждаюсь что пока с качеством передачи у этого спортсмена есть небольшие трудности ой как там при взлете грубо ошибся центральный блокирующий Латины вверхе бельгинец зацепил сетку нижний трос и 4-2 ух ты передача за спину отличная атака 11 номера это был Эдвард Мерфи Трой американец и он же на подаче хорошо развелся сейчас блок соперников травится не успели толком подняться сразу два блокирующих Латины опять там касание сетки мне показалось было у кого-то 5-3 атака первым темпом предыдущим эпизод вверхе пародия отличился и конечно же надо добавлять и наложить дела в атаке но посмотрим вот кого сейчас выполнит подачу испанец но да опять зона породия тут в принципе мог породию уступить и этот мяч но сам резко решить и но в первой зоне стоял там неудобно было там мог уступить он собственно говоря дико кое который рядом принимал но видно уже находится когда доигровщи находится в этой игровой динамике он постоянно ждет что в него летит подача они собственно в него и летят то там плюс-минус там соседний мяч он всегда возьмет на себя прием что было в этом эпизоде завязка сюжета у второй партии практически аналогичная тому что мы с вами наблюдали стартовом сети равная борьба о как Зайцев хорошо сыграл очень грамотно мяч площадки не помогло мне показалось что от блока улетел 6-6 в любом случае брейк латины пороги паинк пытались там ставить и ставили обратный заслон ой-ой-ой один в один Зайцев чехлят тоже неудобная передача неудобная на сетку и где были остальные игроки которые должны естественно своего лидера страховать которые столько сил тратят добывают приносят команде 100 очков но мяч упал средоточие волейболистов мочерат в гуще кеме никто не подставил руки сейчас Иван исправляется с неудобной передачей так мягко говорят с неудобной он смело атакует на окнуши приносит очко своей команде но сейчас немножко зацепились игроки после блока один в один соответственно связующие латины так немножко посмотрел с вызовом на сторону соперника но сейчас ребята ему ответили тем же в такой ситуации трой конечно должен был забивать что он сделал атакой по линии на одиночном блоке кое и привел свою команду трой лидером первым техническим таймаутом 87 конечно нехорошо для мочера то что хорошо что удалось выиграть первую партию однако то что саванне остается все-таки на скамейке запасных сначала второго сета вынужден был жулианин посадить своего лидера на эту самую скамейку в концовке первой партии конечно настораживает долго готовился к своему возвращению Кристиана саванни в общем не форсировал события джулиани и по ходу чемпионата регулярного давал время Кристиану такими разовыми заменами все-таки подготовиться уже к своему полноценному возвращению в этой самой серии в рамках лиги чемпионов против Куньо в войне как мы помним участия не принимал опять лишь эпизодически выходил на подачу или на 1-2 розыгрыша на усиление приема ну что не все в порядке в игре наиболее опытного мастера в составе нынешней матчераты игрока эмоциональной сборной с этой стороны сейчас Зайцев опять очень неплохо сыграл смотрите какой был отскок от блока по тросу Иван не стал пропускать спокойненько перебросил на сторону соперника 8-9 риск на подачу опять выбили с приема Латину и опять отведенный мяч в вторую зону тем не менее нападающий Латина справляется с этой атакой фактически на чистой сетке да на одном блоке а еще и руки еще и блок не поставили ну конечно а почему собственно говоря решил Кой это был да Кой не ставить блок непонятно 10-8 Латина впереди вот не вижу такого чтобы трибуна как-то сумасшедшим образом каким-то поддерживали команду как эти ощущения Леонид у меня я думаю что они как-то более активны пока слышна какая-то некая группа таких наверное самых основных болельщинских сил а весь зал в целом достаточно спокойно себя ведет не оправдывает ожидания так можно объяснить команды но выиграли первую партию ну да но по игре в общем тяжело идет начерата я просто вспоминаю сейчас финал четырех Лиги Чемпионов в котором меня посчастливилось посетить там конечно зал болел сумасшедшим образом и а мячи которые были на матче и болельщик на Усибирск которые приехали в огромном количестве там и соответственно болельщики Зенита атмосфера была очень хорошая ну я понимаю что финал финал четырех Лиги Чемпионов это не то же самое что одна восьмая плей-офф чемпионата Италии но все-таки считается что наши болельщики российские самые такие камерные я бы так сказал самые выдержанные самые спокойные но вот зачастую мы начинаем проявлять свои лучшие эмоциональные качества будущие не сказать что они холодными людьми эти сибиряки суровый народ но болели очень горячо и поддерживали здорово своих волейболистов очень хорошо задействован первый темп латины мы с вами замечаем видите сейчас партнеры поздравляют связующего сатили с удачно принятым решением гораздо меньше задействован первый темп вчера ты сатили очень возраст сужу 79 года рождения 34 года этого волейболиста 12-10 12-10 хорошо в защите зацепились надо перебрасывать что латины делают сейчас напрашивается атака первым темпом все равно все равно протидывает мяч дальше под удар пародии драгон травится и пародия даже на одиночном блоке не справляется спирячая была быстрая немножко падающая но это та игра которую пародия всегда играет на высоком съеме он по сути бесполезен ему нужна быстрая резкая невысокая передача что сейчас и было выполнено травиться еще раз на пародии еще раз его смягчают нет все-таки добивает не мы чем-то катанем очень жалко что у нас нет с Леонидом оперативной статистики после каждого сета как это обычно происходит если мы комментируем смесь событий но в останки нам ее не присылают а было бы любопытно посмотреть показатели игроков после первого сета во всяком случае можно сказать что пародия побольше очков уже команде принес чем за всю предыдущую 50-ую встречу однако по-прежнему неубедителен как свои лучшие времена ведь пародия всего лишь второй сезон проводит в составе Мочерат в прошлом году помог ей выиграть один-единственный золотой матч у Трентина Симоне до этого играл в Кунио несколько лет в нынешнем сезоне как-то у него дела не лучшим образом складываются тем не менее команда второе место в регулярном перенстве заняла напомню что выиграли регулярку уже по своей традиции установившейся многолетней люболисты Трентина Мочерат второй место заняла Кунио третье ну а Латина остановилась на седьмой позиции после кругового регулярного перенства хотя вот два очных поединка этих команд завершились опять-таки ничьем точнее говоря ничьей они завершились сначала Мочерата выиграла дома у себя в четырех партиях этот матч 4 ноября состоялся ну а уже в ответной встрече 27 января Латина взяла неубедительный реванш тоже со счетом кстати 3-2 и также на тайбрейке очень плотно 15-13 сыграли команда Латина выиграла ну и вот отлично конечно сыгран пайп сейчас Кой реализовал свою попытку хорошо вложился прыгнул раскрылся в полную силу забил этот мяч один в один накрывают атаку одиннадцатого номера это Куэй опять же сейчас самый результативный игрок последнего игрового отрезка в составе мачерат мачератый подтянулись хозяева в счете благодаря этому но у самого кой в атаке не лучшим образом получилось достойно отомстили потому что режиссеры показывают связующую команду именно в его руки да именно в его руки попадает дик Кой собственно говоря связующий латины еще и зайцев 1 0-1 в первом сете накрыл так что 186 рост всего лишь главное угадать направление но и передача мне показалась опять-таки наведенная на сетку деваться особо там бою было некуда ударил как мог ударил в линию попал в руки связующим команду соперников ну и на втором на второй нести тайм-аут при счете 16-14 отправились команды 16-14 в поле гостей болельщицы какие-то действительно невеселые на уши экранах пресытились победами видимо ждут то что после второго места в регулярке вечера ты спокойно разберется с командой занявшей седьмое место но не все так просто в этой жизни плей-офф это совершенно другие игры совершенно другой настрой накал борьбы и здесь может быть все что угодно тем более что всегда было принято считать это абсолютная правда что опять-таки накал внутренней борьбы в чемпионате Италии очень высок и команда примерно равная 17-15 атака Станкович Станкович все-таки травится загружает почаще вот в сравнении с Паженком с чем связано отсутствие сегодня подращанина еще одного серба многолетнего игрока Мочераты сказать сложно предыдущий матч провел от звонка до звонка но он сегодня площадок не вышел ну возможно такая травма еще что-то скорее всего вторая неподача подряд у Мочераты на сей раз Зайцев не попал в корт ну и вот подходим уже к концовке второго сета примерно в той же ситуации которая завершалась первая партия вы помните плюс 2 19-17 била Латина тем не менее преимущество своего не удержала бьет Вау сейчас Станкович и оспаривается здесь решение серб но важное очко касания не было да блок 15-16 вместо того чтобы разница была в одном очко сейчас плюс 3 била Латина к концу концовки второй партии с этого ракурса нам конечно показывает повтор но совершенно непонятно где был мяч трон ну вот травится в стиле николу Игры мячи так сейчас сыграл. Очень решительно этот мяч стянул. Мне показалось даже с небольшим захватом. Но это лишь визуальное, конечно, впечатление. Все было сделано чисто. Иначе судьи бы, конечно, придрались. Движение Серского слезу еще. 17-19. И которое по счету уже не подача. Массерат упорно продолжает рисковать. И со всей силы подает. И очень много ошибается. Первый тайм-аут Джулиани. Мы видим, что Сильвана Пранги тем временем поздравляет своих волейболистов с хорошо проведенным отрезком. Действительно, плюс три для концовки. Это серьезный задел. Ни о каком преимуществе Массерата в этой серии говорить не приходится. Тем более подавляющим. Это в этом матче есть пока в запасе одна партия. Вырвана с огромным трудом. Самый последний момент. Спасенная, можно так про нее сказать. Но Латина и не думала останавливаться или там раскисать. Сначала нового сета. Гости с тем же энтузиазмом устремились вперед. Конечно же, у них в голове этот позитивный остался момент. Позитивные впечатления от удачно проведенной первой игры в этой серии. Домашней победы в 50-м. И поверили в себя наверняка волейболиста. Благодаря ей, может быть, изначально. Хотя нет, но и сезон складывался таким же образом. То, о чем мы говорили. Полное равенство. На этот момент, если с учетом регулярного чемпионата считать, 2-2. Счет очных поединков Массерата и Латина к этому моменту. И все-таки добивает Массерата. Пародия это сделал. Переходящий мяч сыграл четко на своей стороне, что самое главное. Был выполнен удар. Да, вот дождался этого момента, когда мяч уже пересек линию троса. И затем увел мяч от рук. Сакили. Ну и по счету та же самая ситуация складывается, что была в первой партии. Ну да, там все-таки перевес гостей был двухочковым. Самое большее. Сейчас он составлял три очка совсем недавно. Вот минимальный запас остался у Латины. По-прежнему 19-20 на подачу Массерата. Неужели опять удастся выкрутиться команде Роберто Джеляни? На хорошем подъеме всю вторую партию проводили гости. И вот, честно говоря, при счете 2017-20 сказалось, что все уже. Поезд ушел в этом сете от мячерата. Но самое интересное только начинается. Опять. Один в один. Неудачно, да, играет в центре. Проводит комбинацию с Атиле. Вроде бы неплохо подкинул мяч, но там сразу двойной блок. Успели выставить хозяева площадки. И вот Пайнк в наших экранах, похоже, вместе с Травицей он как раз выставил этот заслон. Счет сравнялся. 20-20. На сей раз проходит атака. Девятый номер Петер Верхиес. Приносит Латини 21 очко. 21-20. И опять Зайцев на индивидуальном мастерстве, на тройном блоке пытался что-то решить. И опять и он же. И он же. Ну, он быстрый. Он успевает оттянуться, переключиться и атаковать несколько раз подряд. Третий раз это уже был бы перебор. Смотрите, как хорошо отцепляются в защите на блоке. Влибались в Талатин. И заслуженно добивают сейчас после долгого розыгрыша. Делает это трой. Американский диагональный. Вот как это было. В обвод двойного блока по диагонали между Зайцевым и Энно. Приземляется мяч. Счет становится 22-20. Латино по-прежнему впереди. Лампарелло вместо Коя усиление приема. Да, но почему, собственно, не вернуть на площадку Саванин? Вон порыло. Ну, значит, какие-то проблемы. Видимо, потерян уже Кристиан. Для команды в этом матче. Надо будет подавать. Да, испанский доигровщик. Хорошо летит у него мяч. Очередной раз. И опять Зайцев вынужден скидывать. Американец делает то же самое. Два диагональных обменялись скидками. Вау. Вау бьет трое. Но там блестяще, конечно, действует в защите. Либера, Латино, Сальваторе, Рассини. И в первый раз уже сегодняшний матч. Тяжелейшие мячи. Обивает грамотный выбор позиций. Демонстрирует. Но и главное, что ему удается все-таки смягчить силу полета мяча. Обработать его. Оставить в игре 21-20 на подаче мячераты. Естественно, хозяева надеются на спасение второго сета. Уберено на ваших экранах. А вот Рассини как-то стационарный. Так, 21-22. Травец. Достали. И Зайцев в локаут. По пальцам попал. Было видно. Теперь уже очеред спорить. Латины. Вся команда недовольна, дружно проявляет свое мнение. Вносительно принятого судейского решения. Мы смотрим повтор. Было ли касание блок. Потому что мяч влетел в аут. Это совершенно очевидно было для всех. Но присудили касание блок. Судьи мы не будем на этом даже сильно заморачиваться. Скажем лишь, что счет после реализованной Иваном Зайцевым до игровки сравнялся в очередной раз. 22-20. И, видимо, в первую очередь с целью успокоить своих подопечных. Сильвана Праги. Матч останавливает. Ну, как тут о чем-то спорить. Ну, вот Иван-то сразу кулакит сжал и возликовал после своего этого удара. Иван, не знаю, мне бы хотелось верить. Все-таки никто другой, кроме как непосредственно самого игрока, производящего удар. Потому что там минимальные эти касания могут не услышать даже находящийся в метре на судейской вышке арбитр. Но мяч был очень важный. Тем более не важный. 23-21 или 22-22? 22-22. Принципиальная разница. Нет, я говорю, я имею в виду, если бы не забил. Латина вела бы 23-21. В общем, выровняли ситуацию вновь хозяева. Ну, и на сей раз в первой партии до баланса по большому счету не дошло дело, поскольку там с первого же сетбола завершили. Партия были баллисты Мочераты. Как-то будет сейчас. Удачно играет по Роди. Да, мы говорили о том, что не хватало действий в Атате, в первую очередь, загруженному на приеме. Очень тяжело Симоне Пароди в первой встрече этих же команд, которая проходила в Латине. Но сегодня в Атате, во всяком случае, добавил. Конечно, два очка. Это не уровень Симоны, набранный вот в первом пятисетном поединке. Сейчас помогает. Помогает Зайцеву. Может уже разгрузить своего диагонального травица. Больше доверять доигровщикам. 23-22. Очень важное очко. Стоит ли об этом говорить. Мочерата выходит в лидеры. Но ненадолго. Хладнокровный съем в центре сетки. Петер Берхец. Девятый номер. Поэнк неплохо поднимается своим. Конечно, все не заблокирует, но уже несколько раз он не хватил. Недоводка. Достают. Вот как здорово подстраховали сейчас друг другу волейболисты Латины. Ваут. Сетбол у Латины. И не отчет площадки. Мяч попадает в корт. В пределы корта. После Атате Пародия. Пародия это был. Удачно действительно Симона заиграл. Самый нужный, наверное, для его команды момент. Потрясающий этот бросок, конечно. Ну и атака. Атака точно в перекрестии линий. В исполнении Пародия. 24-23 вновь до сетбола. Раньше добираются хозяева. И во второй партии, как это было, и в первой. Кой вернулся на площадку, я так понимаю, у Мочерата. На переднюю линию. 24-23. И опять-таки с первой попытки эйсом, эйсом Мочерата заканчивает этот сет. И вновь Пародия. Но это герой, герой партии. Потому что в концовке он столько очков важнейших для своей команды добыл. Но с возвращением Симона, так можно сказать, охарактеризовать то, что мы увидели в его исполнении. Даже без крестьяна Саванни на своей привычной ударной позиции Мочерата выигрывает вторую партию у Латино Рувердинг. Не справился с приемом. Но отдать должное надо Пародию на сетболе. Очень здорово выполнил подачу. Естественно, попал в объятие команды. Критиковали мы его за игру в первый матч. Ну, что ж, первый матч мы не видели. Зато во втором ситуация складывается тем образом, что Симон Пародия стал главным героем, конечно, в составе Мочерата второй партии. В первой значительно более ярко играл Иван Зайцев. Это не важно, главное, чтобы команда побеждала, кто там больше вклад носит. Надо сказать, что Мочерата действующий чемпион Италии. И мы говорили о том, что выиграла в прошлом году решающий этот золотой матч команда у многолетнего лидера, итальянского первенства Трентино. Вообще Мочерата существует с 90-х годов прошлого века, но на лидирующие позиции у себя в стране и в Европе выбилось лишь в начале двухтысячных, когда команда укрепилась свеженьким олимпийским чемпионом на тот момент из Сербии Иваном Мильковичем. Очень много сезонов провел Иван в составе Мочерата, вплоть до финала четырех лидий чемпионов 2007 года, который проходил в Москве, после чего Мочерата рассталась с Мильковичем. Милькович в последующие шесть лет провел уже в других командах. Ну а на его место пришел как раз хорват Игорь Омарчин. В 2001 году Мочерата впервые выиграла крупный титул для себя Кубок Италии. И в том же году удалось взять Кубок ЕКВ этой команде. В следующем сезоне вот Лигу чемпионов Мочерата выиграла. Это высшее пока достижение команды. На данный момент плюс, конечно же, два чемпионских титула, которые были добыты этим коллективом в 2006-2012 годах. Сначала с Митковичем, затем с Омарчином, который с 2008 года выступал на позиции диагонального за Мочерата. Но теперь Игорь играет в Японии. На его позиции действует Иван Зайцев. Основные игроки достаточно долго уже играют в Мочерате на своих местах. Это относится к Саванне и к Станковичу, подращанину. Ну, только вот Драгон Травец с прошлого года занял позицию уехавшего в Казанский зенит итальянского слезующего Валерия Вермилья. Ну, еще тогда же по роде перешел. Как мы говорили из Куньова Мочерата. Что касается Латины, то эта команда была создана в начале 70-х годов. Достижений особо никаких за вот эти годы Латино не добилась. Здесь главный результат это то, что команда играет в Сирии А1, как мне кажется, а не втором итальянском дивизионе. Играет в А1 Латино уже четвертый сезон. Проводит с тех пор, как в 2009 году удалось выйти туда из низшей лиги. Ну, еще в том же 2009 году Латино выиграла Кубок страны в том же дивизионе А2. Есть и такой турнир в Италии. Ну, а, кстати говоря, если вспоминать еще раз финал прошлого года с участием Тринтина Мочерата. Игра проходила на площадке командора Достина Стойчева. Вот тот самый золотой матч. Очень интересно в нем развивались события. Хозяева, в любом случае, с Тринтины выиграли два первых сета. Достаточно легко. 25-19, 25-12. И вот в тот момент, когда оказалось, что уже все ясно и понятно, и финал по большому счету не удался, преобразилась Мочерата. И третий сет оставил за собой 25-22. Затем четвертый. 25-18 на тайбрейке. Мочерата справилась с Тринтины со счетом 22-20. В том золотом матче был установлен рекорд кассовых сборов для итальянского чемпионата. 200 тысяч евро. Ну, и 11 210 зрителей, наверное, присутствовали. А лучшим самым ценным игроком матча Тринтина Мочерата прошлогоднего стал Юрий Ковар. Как это ни странно, но, видимо, решающее очко принес, потому что на тайбрейке заменил того самого Кристиана Савани. Ну, и, в общем, не подкачал. Ну, у нас начало третьего сета, и сразу Мочерата вырывается вперед 2-0. Ну, и для меня сейчас, в общем-то, главный... 1-1, соответственно, по партиям. 1-1 счет в сете. Для меня сейчас, как я уже и сказал, главный вопрос. Сможет ли после двух поражений в концовках сета при счете 24-23, в общем, достаточно обидных и так психологически тяжелых, латино собраться и навязать борьбу Мочерате в третьей партии? Вот, наверное, главный вопрос, который меня сейчас беспокоит. Или все же Мочерата сейчас спокойно дожмет своих соперников и закончит этот домашний поединок 1-8 финала с счетом 3-0. Ну, посмотрим, как это будет. Пока видим, что даже небольшая неразбериха на блоке у Мочерата не позволяет волейболистам латино, в данной ситуации это был испанский доигровщик команды, выиграть мяч. На чистый сет, атакует, там летит Станкович к этому мячу. Но, слава богу, что он его не достает все-таки вытянутыми руками. Мяч улетает на полметра ваут после атаке Испанца. И счет в результате сравнивается 2-2. Лиман Зайц сейчас подавал почему-то планирующую тактическую подачу. Ему много ошибался до этого в силовой. Ну, может быть, да, если я понял, что подача не летит, зачем уж просто так ошибаться. За второй сет ты помнишь, сколько ошибок на подаче. Нет статистики, но мы помним просто с того, что видели огромное количество невыполненных подач. Хорошо, как в защите действует Либера. Отлично! Как задумано было с Танковичем. Точнее, Травицей. Ваут. Очередная неиспользованная доигровка. Но, да, что-то вот испанец подкачал на старте третьего сета. Неудачно играет на чистой сетке ваут. А сейчас... А сейчас убрал, да. Травится, Травится, молодец. Почему-то он предвидел, да, куда полетит мяч каким-то образом и убрал руки, чтобы... Понял, что от рук будут отыгрываться. Рискнул. Представляешь, там сейчас защитник бы в четвертом метре сидел бы и блокирующий убрал руки внезапно. Да. Там парни пришлось бы очень непросто. Вот, да, этот эпизод, может быть, кто-то и не пропустил. Но мы обращаемся, Владимир, на внимание, как здорово сыграл сербский связующий. Прочувствовав, тонко прочувствовав ситуацию. Итальянский все-таки связующий. Итальянский связующий, конечно. 4-3 после очередной неудачной атаки. Грубые, грубейшие ошибки. Мяч был запущен далеко ваут. Мочерати удается вырваться вперед. Хотя, вот по всему тому, что мы увидели на старте этого третьего сета, счет должен был как раз быть в пользу соперника. Но вот складывается подобным образом ситуация. Все это то, о чем Владимир сказал. Сравнительно недавно то, что представляет для него, в частности, главный интерес. Насколько удастся выдержать этот стрессовый удар психологически команде гостей, команде Сильвана Пранди, после того, как в напряженнейших концовках были проиграны два первых сета. Но вот, судя по началу, может быть, про всю латину говорить затруднительно. Но что касается испанского доигровщика, ну да. То он точно... Немножечко поплыл в начале третьей партии, скажем так. Ведь лидировали же плюс два. А во второй партии плюс три было уже в самой-самой концовке. У латины, и тем не менее, вот, не знаю. О робости, конечно, говорить не приходится. В очередной раз вспоминаем предыдущий матч. Разборки команд на протяжении всего нынешнего сезона. Абсолютное, в общем, равенство было замечено. Так нет, я сказал, что 2-2 счет личных встреч в этом сезоне у Мочарата и Латина. На самом деле, это одну победу Мочарата получила на старте 1-4 финала плови просто в качестве Гэдди Кап. Так что 2-1, в общем, в пользу как раз Латины. Пока. Еще был перед началом вот этого поединка. Обе победы пришли в огромной борьбе. В команде Сильвана Пранди на таймрейках, но это абсолютно не имеет никакого значения. Иван Зайцев. А тут с минимальным касанием блоку сейчас забивал. Очень красиво. Касание было. Такует Иван делает счет 7-4. Но вот приходится убрать испанца с площадки. Появился Грек. Димитрос Андреас Фрахкас под 16-м номером. А тем временем уже до двузначного преимущества свое доводит волейболист Мочарата к первому техническому тайм-ауту. Третья партия, 8-4, они впереди. Посмотрим, сейчас сдастся Латино без борьбы в этом сете. Но такого начала еще не было, чтобы 8-4 плюс двукратные преимущества Мочарата. Мы должны обеспечить эту ситуацию. Обеспечить, оттекать, не ошибаться. Мы не знаем, как мы можем играть с нами. Мы должны ошибаться. Мы должны успеть. Ну, как удержать команду под контролем своим тренерским, да, столь сложный момент. Сильвана Праги опытнейший наставник. И, наверное, знает какие-то свои секретные ходы, слова, в том числе. Может быть, замена это поможет, произведенный им. Ну, тут, конечно, этот технический тайм-аут очень вовремя подоспел для Латины. Среди главных претендентов на главный итальянский трофей в ночном сезоне остаются, конечно, три самых мощных клуба последних лет. Трентино, Конио Мочарата. Но еще плюс команда ветеранов и спьяченцы там играют, знаете, возрастные валиболисты собраны. Златанов, Паппи, Феи. Думаю, на троих там больше ста лет, если так посчитать, если сложить их возраст, этих итальянских ветеранов, получится. Ну, и примкнувший к ним уже по ходу нынешнего сезона кубинец Роберт Ланди Симон очень здорово заиграл, как, собственно, он и играл два года назад на Чемпионате мира в Италии, в Риме. Был капитаном сборной Кубы Симон. И выиграла тогда его команда под его непосредственным руководством в качестве капитана и одного из самых результативных игроков серебро того самого Чемпионата мира. Ну, а Пьеченцы единственный итальянский клуб, выигравший в нынешнем сезоне европейский трофей Кубок Вызова. Вы прекрасно помните об этом, уважаемые телезрители. К сожалению, Урал не сумел что-то противопоставить Пьеченце. Возрастной в двухматчевой серии за Кубок Вызова дважды уступил Урал. У себя дома и в гостях с инаковым счетом 0-3. Тяжелый удар и Кои не справляется. В защите 9-7. Трое отличился. У Латины. Это эйс или нет? Это все-таки аут. В последний момент Пародия решила этот мяч не играть. И все сделал абсолютно правильно, поскольку видел, что вылетает за пределы площад. На повторе сейчас посмотрим. Посмотрим. Ох, как достал сейчас Энно этот мяч. Это была авантюра. Сейчас передача снизу за голову и только собственная... На чужой стороне. Да, небрежность мячерата. Да, вы, ребят, давайте играйте, говорит главный арбитер. А я послужу. Ну, смотрите-ка, насколько эмоциональный арбитер. У нас так рефери не разговаривает с игроками, в принципе, с ним не разговаривают. А этот, в общем-то, арбитер прям целый этот диалог там устроил полноценный. Ты как профессионал, ну, ошибка, да, на чужой стороне? Да, конечно, конечно. Да и разговаривать не надо, показал, показал. Арбитер вообще никогда не меняет своих решений. И смысл спорить с ними, и смысл арбитера там вступать какие-то объяснительные с игроками, тоже это все лишнее. Больше сегодня спорных эпизодов было уже предостаточно, и мы помним с вами. Как правило, арбитер как раз принимал сторону Мочератовани. 11-8. Пайнт на подаче. Паруша. Силовая подача получилась, но все-таки Лакина устоял. 9-11. Как раз Фраккос, греческий доигровщик, заменивший испанского, сейчас атаковал 16-й номер. Станкович очень здорово задействован в центре сетки и играет результативно. В первой игре посмотрим, сколько команде принес. Драгон 15 очков на равных с Ивани. И более результативно пятисветовый поединок провел только лишь Иван Зайцев. 10-12. Попытка рискнуть на подаче и ошибка. И, кстати, в той самой первой встрече на площадке Лакины, первой пятисетовой, очень здорово с Атиле, связующей Лакины, взаимодействовал с первыми темпами. Там и Верхейс, и Гитто принесли своей команде очень большое количество очков. 14, соответственно, голландец и 13. Кармела Гитто, итальянский. Первый темп. В этом поединке все, в общем, похуже. Какая так и Зайцева. Приклад, приклад у Ивана будет здоров. Какой в этой игре пока все хуже складывается для Лакины, нежели в предыдущем поединке своим домашним. Ну, так вот складываются, развиваются события. Две упорнейшие концовки проиграли. Гости с одинаковым счетом 23-25. Ой-ой-ой. На противоходе сейчас, мне показалось, что в лицо... Да, не, Ивана. Да, в лицо, вон, кровь из носа пошла. В лицо, на противоходе, четко в нокауте, в нокдауне сейчас Ивана, или сейчас будет ему кровь вытирать. Разбили носом и мячом. На какое-то время придется уйти, может быть, да, запас. Ну, молодец, Ваня, очень стой, стой, стойчески вынес. Вообще, вида даже не показал. Вида не показала, я представляю. Докрутирующего попадания. Скорость мяча под 200 километров во время нападающего удара. Ты двигаешься на противоходе под этот мяч. И Ваня очень, конечно, невозмутимо перенес все это. Смотрим повтор. Без блока, на одном блоке между ними, да, ну и вот прямой в нос. Стоящий богатырь Иван. Стойкий боец. Да, ну это про такой момент я говорил, когда... Мы разбирали эпизод, когда Драгон травится, убрал руки на боте. Вот так можно очень лихо получить в нос, если будешь не готов к этому удару, находясь там в четвертом, в пятом метре в защите. Грубейшая ошибка пародии в атаке. Четырнадцать, тринадцать четырнадцать четырнадцать становится счет. Ну, правильно делает Драгон травится. Он сейчас выдерживает, не пасует зайцев. Там в любом случае нужно прийти в себя, но партнеры не поддержали сейчас. Мне кажется, этот момент лучше, да, Паенко закрывает один в один. Мог бы прочувствовать и Альберта Джулиани, и не дожидаться того, что счет сравняется после четырнадцати одиннадцать. Три очка подряд проигрывает хозяева. А видя, что произошло с лидером, ну или, ну, может быть, подменить на короткое время. Ну, а лучше, мне казалось, взять бы паузу, минутную, полуминутную тренерскую свою. Дать время действительно Ивану прийти в себя, поскольку удар был очень сильный. И хотя Иван держится молодцом, но просто невозможно. Не мог такой удар без последствий остаться прямой в голову. Ну, и вот Латина догоняет оторвавшихся счетов соперников. Надеемся, что Иван наш теперь в полном порядке. И опять, вот молодец Паенг. И молодец Драгон Травец, что не побоялся дважды отдать своему неосновному первому темпу. Все-таки такая хорошая хладнокровие связующего. И Паенг не подвел. 15-14. Тройной блок. Тройной блок на атаке Иллова-Верденко. И в результате возвращают себе плюс два хозяева. Было, правда, и плюс три. Но, в общем, важно, что 16-14. Кимичират впереди ко второму техническому таймалоту. Посмотрите, Джулианин-то тоже, в общем, успел так это серьезно пропотеть за две с половиной проведенных партий. Только кондиционеры не в порядке, но это вряд ли. Да нет, я вот хочу обратить внимание на болелища, в которой сидят и такими программками, видимо, машут и пытаются как-то себя охладить, остудить. Видно, что действительно в зале, зал маленький, народу много, видно, душно, кондиционеры не справляются или еще не работают все-таки. Сейчас, не знаю, конечно, какая температура там в Италии. Даже сейчас можно посмотреть, народ это не хлопает, сидит, а не машет, как раз спит с собой. Да, явка сумасшедшая зрительская на этой игре. Сверх аншлаг, конечно. Да, ни одного свободного места отсюда видим. И заняты все проходы, в том числе. Небольшого зала. Вся Мочарата сегодня внимательно следит за игрой своей любимой команды. Город не такой большой. Футбольной своей команды, наверное, Мочарате нет. Или если есть, то она не в высшем дивизионе. Итальянского первенства играет. Поэтому все, внимание волейбола. Забивает. Да, Зайцев. Первая атака. После этого нокдауна небольшого. Молодец, Ваня. Чуть слабее, чем обычно, но очень технично он поверх блока. Провел свой удар. 17-15. Но, по большому счету, ничего не меняется в этой игре. Отпустили гости со старта третьего сета. Действительно, хозяев достаточно далеко вперед. 4-8. К первому техническому. Но затем, затем, конечно, не без помощи. В этой самой ситуации, когда Иван получил по лицу, удалось выровнять положение Латини. Сейчас команды идут уже вровень после этой ошибки Зайцева. Он на месте арбитра. Я бы уже сейчас карточку выдал. Ну, много, да, себе позволяю. Игроки возмущаются, тренеры возмущаются. Все разговаривают. Он такой, знаете... Я бы сказал, что орбита так и нить игры немножечко отпускает. Пару раз сразу жестко бы отреагировал. И больше никаких разговоров бы не было. Но это был все-таки не Зайц Факой, как мы сейчас с вами убедились. Но он отправил мяч в аут. По 17-ти. И вновь голландец. Атаковал. 18-17. Пайнк Ваут. Ну и что же... 18-17, да, абсолютно равенство. Правда, в предыдущих двух партиях мы к этому моменту имели преимущество гостей. Как раз двух-трехочковое, которое удержать им не удавалось в всякий раз. Сейчас команда абсолютно вровень подходит к концовке. Какая-то... Ну, совсем упростили, да, подачу волейболиста Латины. И добиваются его, тем не менее. Риск сведет к минимуму. Но вот, пожалуйста, реализованный брейк. И 21-19-18. После атаки Верхейса. А подача-то совсем просто вот... Ну, самую, что надо есть, примитивная волейболь. Так можно сказать. Главная задача перевести мяч на сторону соперника. Еще один удар ваут. Нет, не было касания блока. Ошибка Зайцева. И 20-18. Вот вновь... Ну, это может быть опасно сейчас. Тут самый, да, двухочковый перевес образовался на чистом месте Латины. На совсем несложной подаче Кормела Дито. Центрального блокирующего. Вот пока он сам ошибку не допустил. Ну, Латино тоже не рвется выигрывать. Вот такое ощущение. Ну, столько небрежности, столько грязи в игре. Тройной заслон встречает атаку американцы Трое. Тройной заслон. Тройной блокирующих Макьяна Мочарата. Да, 20-20. Полное равенство. Тайм-аут Сильвана Пранди. Тайм-аут Сильвана Пранди. Закончился тайм-аут. Команда на площадке готова к продолжению борьбы. Зайцев. Еще одна мощнейшая подача. На этот раз Латино справилась. Ай, не удалось этот мяч все-таки подцепить Коя. Удачно сыграл Ино. У француза хорошо, понимаете, по месту стоит четко в линии. Там среагировать как-то на мяч невозможно, потому что скорость полета мяча быстрее, чем реакция человек на этот мяч. Но вот просто дернуться под мяч, закрыть направление удара, это возможно. Что сейчас французы делал блестящим образом. При счете 2021 Джулиани. Прерывает ход игры. Ну, подробные статистики, это неотъемлемая составляющая любого матча. Как и в основной талии саммари. Да, безусловно. Попадает. Попадает. Ага, вот так вот. Главный арбитр показывает аут, а боковой показывает поле. Разводит судья спорящих. Ну, мы только на повторе, конечно, можем определиться с тем, куда попал мяч. Только не с этого ракурса, конечно. А вот с этого можно было бы, но, похоже, все-таки был мяч улетел. Сложно сказать. 22-20. Станет ли этот перевес Латино решающим в третьей партии? Да, нас сегодня не видно. Можно уже вернуться к волейболу, который идет на площадке. Трой. Нет, Икои отличился. Голландец и Витязь, какой передачей ему приходилось атаковать. Иван Зайцев просто повыше. Просто повыше в четвертую зону. 21-22. Сам же голландец подавать будет. Очень неплохо. Смягчили. Сейчас добивать надо обязательно. Зайцев забивает. Здесь касание-то было, да. Слышно даже касание рук. Блотируешь и посмотрите, как заревел на самом деле зал. Вот кульминация вполне возможна поединка. Как технически все-таки здорово поставлен удар в вроде бы недавней еще связке Ивана Зайцева, который, мы знаем, начало карьеры провел на этой позиции. Пошел вроде бы по стопам отца. Так же, как Олег Антонов, да, вот играющий за нынешний Куньо сын Ярослава на позиции диагональ. Но, правда, Ярослав был леворутим. Это, точнее говоря, не был, остается. Атаковал, играл левой рукой своей ударной. И вот сына ударная правая. Ну и Куньо вновь будет подавать. При счете уже вновь равном 22-22. Вновь не удержали своего лидерства гости. Ох, какая подача на вылет, на вылет. Прекрасно. 23-22 Мачирата в своем репертуаре. Вновь по той же накатанной уже схеме развиваются события и в третьей партии этого поединка. Ну и как, конечно, Куэй вошел в игру. Блестяще. В нужные моменты делает все, что от него требуется. Хорошая скамейка запасных у Мачирата. Еще одна подача. И хороший блок. Нет, нет, аут. Сейчас мы не видели места приземления мяча. Он улетел все-таки в аут после атаки трое. 23-23. Но еще остается только, чтобы с одинаковым счетом все три партии этого матча завершились. Пока что ближе к матчболу Хозяева. Сейчас у них будет право на атаку. На подаче Фракас. Зайцев. Иван надежен. А то он и Зайцев. И матч был у Мачирата. Первый в этом матче. При счете 24-23. И вновь на своей подаче. Как и в двух предыдущих партиях. Мачирата имеет возможность уже не в отдельно взятом сете точку поставить. Во всем этом поединке. Драган Станкович. Заволновались как гости. Все-таки сравняли счет. Делает это Ру Вердинг. 24-24. Теперь игра на больше и меньше. Но Латина не дрогнула. Как бы не закончился этот сет. Латина не дрогнула. И нашла в себе силы и резервы. Эмоциональные в первую очередь. Не рассыпаться и продолжить борьбу. Вторым темпом атака. И но на этот раз... Ой-ой-ой. Ну, молодец. Какой молодец Зайцев. Все самые важные мячи добивает. Без вариантов. Да, точно в рамку отскочил мяч от блока волейболистов Латина. И как вот хорошо Иван укладывает. Какая техника потрясающая. Второй матч был мячератэ. И что и аут. Победная точка. Вот он собственный брак. И вот оно все-таки мастерство. Каждому из сетов первыми дрогнули волейболисты Латина. А не волейболисты Мачераты. Вот это класс. Это уровень. Поздравляем Мачерату на своей домашней арене. При полных трибунах. Уверенная победа с счетом 3-0. И при этом борьба в каждом сете. Наверное, такие матчи плей-офф все мы и ждем. И первый матч заглядения. 3-2. Победа Латина. И вот ответный. Хоть и 3-0, но тем не менее. Да, и счет в серии. Это четверть финальной серии. Сейчас с участием Мачераты Латина становится все-таки более привычным и адекватным. 2-1 в пользу фаворита. И до решающей победы в серии остается один матч выиграть Мачерати. Как, значит, может случиться в следующей игре выездной. Ну, а мы тем временем вспомним о том, что завтра еще мы покажем вам еще одну пару команд, за игрой которых мы не наблюдали. На четверть финальной стадии этого итальянского плей-офф. Будут играть Кунио и Модена. И вновь начало встречи, как сегодня в 19.30 по московскому времени. Наверняка вы не пропустите этот интереснейший волейбольный спектакль. Ну, а мы, Владимир Косторнов и Леонид Сопронов, на этом подводим итог нашей сегодняшней трансляции. Мачерата у себя дома справилась с Латиной в трех партиях. 25-23, 25-23, 26-24. Со второго матча гола одержала команда победу. Ну, и на этом позвольте с вами прощаться. До следующих встреч. Всего доброго. До свидания. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!